9 комментариев о Коммунистической партии Почему Коммунистическая партия Китая – злой культ? Крах системы социализма вслед за распадом Советского Союза в начале 1990-х Ознаменовал провал идеи коммунизма спустя почти столетия его существования Однако КПК неожиданно выжило и все еще управляет Китаем – нацией, составляющей 1,5 населения планеты Но никто в сегодняшнем Китае, включая членов партии, не верит в коммунизм После 50 лет социализма КПК признала сегодня частную собственность и даже имеет фондовую биржу Она ждет иностранных инвестиций, чтобы создать новые предприятия Эксплуатирует рабочих и крестьян настолько, насколько это возможно Это полностью противоречит идеалам коммунизма Леопард умер, но его шкура еще цела, сказано в китайской книге пророчеств XI века У современной КПК осталась лишь эта шкура КПК унаследовала ее и использует для поддержания своей власти в Китае Какова природа шкуры КПК, оставшейся в Китае? То есть, какова сама организация КПК? Почему коммунистическая партия Китая – злой культ? Несмотря на то, что коммунистическая партия никогда не называла себя религией Она содержит все характерные признаки религиозного культа С начала своего существования она рассматривала марксизм как абсолютную истину И набожно поклонялась Марксу как своему духовному вождю Призывая людей к борьбе не на жизнь, а на смерть С целью построения коммунистического рая на земле Когда говорят о религии, то люди вспоминают о церквях, храмах и кафедрах проповедников Церквями КПК являются комитеты партии на всех уровнях, включая их собрания и все подконтрольные КПК-СМИ Религии имеют священные писания и предания Доктринами КПК являются марксизм-ленинизм, идеология Мао-Дзе-Дуна, теория Дэн-Це-Аупина, три представления Дзян-Це-Миня и устав КПК Религии имеют обряд посвящения. В партии есть церемония вступления, во время которой произносятся клятвы в вечной преданности КПК Религии имеют священников и настоятелей. КПК имеет секретарей и служащих, отвечающих за дела партии на всех уровнях В религиях поклоняются Богу. КПК порочит имена всех богов и затем утверждает себя в качестве негласного бога Она только позволяет религиям совершать обряды и верить своим богам под ее руководством Фактически КПК является богом над всеми богами, Будды над всеми Буддами Религии проповедуют. КПК созывает съезды, где руководство выступает с речами Периодически проводит политические обучения и организационные мероприятия для членов партии Религии просят пожертвования. КПК собирает обязательные членские взносы и берет деньги из национального бюджета для партийных нужд Религии имеют правила и запреты КПК также имеет правила, которые варьируются от простого предупреждения до смертельных пыток и даже наказания родственников и друзей Очевидно, что КПК имеет сходство с религией, но значительно отличается от любой истинной традиционной религии В манифесте Коммунистической партии в конце есть очень известный абзац Коммунисты считают ниже своего достоинства скрывать свои взгляды и намерения Они открыто объявляют, что их цели могут быть достигнуты только путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя Пусть правящие классы дрожат перед коммунистической революцией Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а завоевать они могут весь мир Миссия призрака коммунизма состояла в том, чтобы, используя насилие, открыто бросить вызов человеческому обществу Разрушить старый мир, уничтожить частную собственность, ликвидировать буржуазию, устранить эксплуатацию, уничтожить семью и позволить пролетариату управлять миром Эта политическая партия открыто демонстрировала желание бить, крушить и грабить Не скрывая своей злой сути и объявила, убежденная в своей правоте, в манифесте коммунистической партии Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с традиционными отношениями собственности Неудивительно, что ее развитие повлекло за собой самый решительный разрыв с вековыми традициями Каково происхождение традиционного мышления? Согласно атеистической теории, традиционное мышление, естественно, возникает на основе законов природы и общества Оно является результатом непрерывного движения Вселенной В понимании тех, кто верит в Бога, человеческие традиции и нравственные ценности даются Богом Независимо от их происхождения, самая фундаментальная человеческая этика, поведенческие нормы и критерии оценки хорошего и плохого относительно устойчивы Они были основой регулирования человеческого поведения и поддержания общественного строя в течение тысяч лет Если бы человечество утратило моральные нормы и критерии оценки хорошего и плохого, разве люди не превратились бы в животных? Когда манифест объявляет, что категорически порвет с традиционными идеями, это угрожает основе нормального существования человеческого общества Коммунистической партии было суждено стать дьявольским пультом, который ведет человечество к уничтожению Боги ортодоксальных религий приходили спасать мир, учили относиться к людям с милосердием, чтобы сделать человека добрым Все ортодоксальные религии имеют своей целью нравственно наставлять человечество и спасать души Весь манифест Коммунистической партии, который формулирует руководящие принципы Компартии, пронизан резкими заявлениями В нем нет ни капли доброты и терпимости Маркс и Энгельс думали, что с помощью диалектического материализма они нашли закон общественного развития Опираясь таким образом на универсальное средство, они подвергли сомнению все и отрицали все Они упрямо навязывали людям иллюзии коммунизма, не колебались в использовании насилия для разрушения существующих общественных структур и культурных основ То, что принес манифест новорожденной коммунистической партии, было дьявольским призраком, который противостоит законам небес, истребляет человеческую природу и проявляется в высокомерной и абсолютно разнузданной форме Во всех ортодоксальных религиях верят в Бога, уважают небо и землю и считают, что способности человека ограничены КПК отрицает существование Бога, не верит в Бога, но сделало себя им Этот злобный дух показывает себя в роли спасителя людей То, что совершала коммунистическая партия с момента своего зарождения до сегодняшнего дня, основывается на доктрине классовой борьбы, насильственной революции и диктатуре пролетариата Она проявила свою жестокость и насилие без малейших моральных ограничений Раз КПК нуждается, тогда можно пойти на любое преступление и творить произвол Все это и привело к так называемой коммунистической революции, полной крови и насилия Красный террор при коммунизме длился почти столетия, принося бедствия странам и унося десятки миллионов жизней Коммунистическая вера, которая создала на земле ад, является ничем иным, как самым дьявольским культом в мире Почему коммунистическая партия Китая – злой культ? Черты культа КПК Марксизм являлся продуктом раннего капитализма Когда производительность труда была низкой, а наука развита слабо В нем отсутствовало истинное понимание всех отношений человека и общества или человека и природы В вероучении коммунистической партии отсутствует милосердие и терпимость Напротив, оно полно самонадеянности Партийные вожди, начиная с Ленина, всегда совершенствовали вероучение культа Начиная с теории Ленина о насильственной революции Теория Мао Цзэдуна о перманентной революции в условиях диктатуры пролетариата До трех представительств Дзян Цзэминя История коммунистической партии полна подобных еретических теорий и ошибок Хотя эти теории полны внутренних противоречий и постоянно приводили на практике к бедствиям Коммунистическая партия все еще заявляет, что они универсально правильны И заставляет людей изучать свои доктрины Уничтожение инакомыслия является самым эффективным средством злого культа коммунизма В распространении своей доктрины Поскольку доктрина и образ действий этого дьявольского культа крайне нелепы КПК вынуждена заставлять людей принимать их Полагаясь на насилие в устранении инакомыслия После того, как КПК захватила бразды правления в Китае Она истребляла без остатка все группы, не соответствующих ее доктрине И начала земельную реформу, чтобы устранить класс землевладельцев Социалистическую реформу промышленности и торговли, чтобы устранить капиталистов Движение чистки революционеров, чтобы устранить народные верования И чиновников, которые занимали посты до того, как коммунисты пришли к власти Движение против правых, чтобы заставить интеллигенцию замолчать И Великую культурную революцию, чтобы уничтожить традиционную китайскую культуру КПК смогла объединить весь Китай под дьявольским культом коммунизма И достичь ситуации, когда каждый читал красный цитатник Исполнял танец верности и спрашивал указания партии утром И докладывал партии вечером В 80-х годах у людей начала появляться свобода мышления КПК, из-за необходимости абсолютного контроля, начала кампанию против буржуазной либерализации Выдвинув четыре основных принципа Результатом этой политики стала кровавая расправа над студентами 4 июня 1989 года Которые мирно выступали против коррупции и стремились к демократии 90-е годы стали свидетелями быстрого роста числа последователей Фулунгун Которые верят в истину, доброту, терпение Однако эти люди столкнулись с репрессиями в форме геноцида Они продолжаются по сей день КПК не может терпеть проявления человеческой природы и добрых мыслей Она непременно должна применить насилие, чтобы уничтожить добрую природу, исходящую из сердца человека Только в этом случае компартия может не беспокоиться за свою власть От Маркса до Цзянцзэминя портреты вождей КПК выставляются для явного поклонения Мао Цзэдун был представлен как красное солнце и великий кормчий Партия перегибала палку, восхваляя его труды Говоря, что одно предложение равняется десяти тысячам обычных предложений Дэн Сяопин, являясь рядовым членом партии, некогда руководил всей китайской политикой, как повелитель Идея трех представительств Цзянцзэминя содержит в себе чуть более сорока символов, включая иероглифы и пунктуацию Но четвертый пленум ЦК КПК превознес ее как дающий творческий ответ на вопросы о том, что такое социализм Как строить социализм, какую партию мы строим и как ее строить При этом партия непомерно хвалит идею трех представительств Притворно утверждая, что это продолжение и развитие марксизма-ленинизма, мысли Мао Цзэдуна и теории Дэн Сяопина С одной стороны, КПК предусматривает в Конституции Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей разных уровней Являются органами, через которые народ осуществляет государственную власть Ни одна организация или частное лицо не имеет привилегий перед Конституцией или законом С другой стороны, Устав КПК оговаривает, что руководящая роль КПК является ключевой в построении китайского социализма Отвергая страну и людей Так, дьявольский культ коммунистической идеи крепко внедрился в тело китайского народа Усиленное промывание мозгов, контроль сознания, жесткая организация и никакого выхода, если ты принял членство Как колоссальный и вездесущий паук, партийные организации пронизывают своей паутиной все уровни власти В каждой деревне, городе и провинции существуют организации и ячейки Компартии КПК руководит не только партийными делами и членами партии, но также беспартийными и всей структурой общества, которое должно подчиняться руководящей роли партии Процесс принятия партийных решений подобен черному ящику, поскольку внутрипартийная борьба должна быть сохранена в абсолютной тайне Партийные документы являются конфиденциальными Организация КПК чрезвычайно жесткая Для вступления в партию человеку нужны рекомендации двух ее членов Кандидат в члены партии, вступая в ее ряды, должен поклясться в верности партии Члены партии должны платить членские взносы, посещать организационные мероприятия и принимать участие в групповых политических занятиях Вступление в КПК подобно подписанию безвозвратного договора на продажу души и тела В ходе Великой культурной революции, когда культ КПК обладал абсолютной властью, всем было известно, что если партия захотела вас убить, вы не смогли бы выжить Если партия захотела, чтобы вы жили, вы не смогли бы умереть Если бы человек совершил самоубийство, то его назвали бы человеком, который боится народной кары за свои преступления И были бы наказаны члены его семьи Критика и самокритика на партийных собраниях служили общим средством управления умами членов партии В течение своего существования КПК была во главе множества политических кампаний насилия и террора для проверки партийности своих членов, их преданности самой партии Она, используя насилие и террор, периодически проверяла партийный дух, чтобы удостовериться в преданности членов самой партии Мао Цзэдун сказал Революция – не званый обед, не написание эссе или создание картины, или вышивание Она не может быть столь утонченной, настолько неторопливой и нежной, насколько умеренной, доброй, учтивой, сдержанной и великодушной Революция – это восстание, акт насилия, посредством которого один класс свергает другой Дэн Сяопин рекомендовал убийство 200 тысяч человек в обмен на 20-летнюю стабильность Дзян Цзэмин приказал уничтожить последователей Фулунгун физически, опорочить их репутацию и разорить их материально Партия поклоняется красному цвету вследствие своего пристрастия к крови и убийству Она учит людей обращаться с врагом по зимнему холодно КПК демонстрирует героические примеры, поощряя людей жертвовать собой ради партии В конце 1970-х годов КПК начала войну против Вьетнама, как бы для самообороны Десятки тысяч китайских солдат проливали кровь и жертвовали жизнью во имя борьбы между двумя коммунистическими партиями Однако несколько лет спустя КПК позорно увековечила память бессмысленных жертв Многих наивных и ярких молодых жизней, как революционный героический дух Бестыдно используя песню «Безупречное поведение, окрашенное кровью» 154 китайских мученика погибли в 1981 году, возвращая Китаю гору Фака в провинции Гуанси Но КПК небрежно отдала ее Вьетнаму, когда Китай и Вьетнам пересматривали границы Когда в начале 2003 года распространение атипичной пневмонии угрожало жизням людей Многие медицинские работники, пренебрегая жизнью, следовали профессиональной этике Спасать от смерти, заботиться о раненых Ухаживали в больницах за больными В этот момент для создания КПК великолепной сцены КПК посылает молодых людей на самую опасную линию фронта Ради создания выдающегося образа партии, не боящейся ни трудностей, ни смерти На этот момент главарь КПК Дзян Заминь убежал из Пекина в Шанхай Вместе со своими родными и приближенными лицами Отрицание веры в Бога и ущемление человеческой природы КПК пропагандирует атеизм и утверждает, что религия – духовный опиум, одурманивающий людей Она использовала свою власть, чтобы уничтожить все религии в Китае И затем обождествила себя, дав абсолютную власть в стране культу КПК В то же самое время, уничтожая религию, Компартия разрушала и традиционную культуру Она утверждала, что традиции, мораль и нравственность – суть средневековья, суеверия и мракобесия И уничтожала их во имя революции В ходе Великой культурной революции широко распространенные уродливые явления Такие как муж и жена, обвиняющие друг друга Студенты, бьющие своих преподавателей Отцы и сыновья, ополчившиеся друг на друга Хунвейбины, произвольные и безжалостно убивающие невинных Избиение выступающих, грабеж и мародерство Разрушали китайские традиции Эти явления стали естественным следствием уничтожения человеческой природы Военный захват власти, монополизация экономики И дикие политические и экономические амбиции Особенностью злобного культа является вымогание денег После захвата власти вооруженными средствами КПК создала систему государственной собственности И монополизированной плановой экономики Захватив богатство целой страны Партийные организации имеют огромную власть Партийные комитеты и отделы на различных уровнях Цепляются за государственную инфраструктуру И используют ее, контролируя национальную экономику Ее организации, как собственники, управляют государственным аппаратом И извлекают средства непосредственно из бюджетов правительств На различных уровнях КПК откровенно высосало из нации народные богатства Называя это нуждами КПК За предельные амбиции вымогания денег КПК далеко превосходит все обычные злые культы Почему коммунистическая партия Китая – злой культ Когда упоминают об убийстве людей Нервно-паралитическим газом Зарин Сектой Аом Синрикю О самоубийствах Ордена Храм Солнца В массовом самоубийстве Более 900 последователей народного храма Джима Джонса Все содрогаются от страха и возмущения Однако сама КПК, дьявольский культ Совершает в тысячу раз худшие преступления Наносит вред бесчисленному количеству жизней Это происходит потому, что КПК обладает следующими уникальными чертами Которых нет у обычных культов Злой культ стал государственной религией В большинстве стран человеку можно свободно выбирать свою веру Однако КПК в Китае с тех пор, как захватила власть Превратила этот злой культ в государственную религию КПК начинает прививать свои политические идеи уже в детском саду и начальной школе Нельзя получить высшее образование или повышение в должности Без прохождения политического экзамена Ни один из вопросов на политическом экзамене Не допускает независимого мышления Те, кто сдают экзамены, обязаны заучивать стандартные ответы, подготовленные партией Чтобы успешно сдать эти экзамены Несчастные китайцы вынуждены повторять проповеди КПК Даже когда они еще совсем молоды Многократно промывая себе мозги Когда работников выдвигают на более высокие должности в органах власти Независимо от того, член они КПК или нет Они должны окончить партийную школу Выпускник партийной школы не получит продвижения, пока не будет полностью отвечать требованиям этой школы В Китае, где КПК является государственной религией Не позволено существовать группам с отличными от партии взглядами И даже демократические партии, которые просто созданы КПК как политическая ширма И реформированная церковь, существующая по принципу трех самостоятельностей Самоуправление, самофинансирование и самоорганизация Должны формально признать руководящую роль КПК Общественные средства управления сведены на нет Этот дьявольский культ смог стать государственной религией благодаря тому Что КПК имела полный контроль над обществом Отобрала у людей свободу В такой социалистической стране, как Китай Организации КПК вездесущие, на всех уровнях От центрального правительства до низов общества, включая деревни Через партийные комитеты и ячейки на всех уровнях КПК удерживает абсолютный контроль над обществом Каждый поступок и каждый шаг человека Защита насилия и презрения к жизни Почти все злые культы управляют своими последователями Или сопротивляются внешнему воздействию путем насилия Однако общее количество смертельных случаев Вызванных всеми другими злыми культами по всему миру Не может сравниться с числом людей, убитых в КПК Культ КПК рассматривает убийство человека Лишь как средство для достижения своей цели Любой, включая сторонников, членов и лидеров КПК Может стать мишенью для нападок Важное средство выживания коммунистического культа Жестокая борьба Компартия делала акцент на том, что ее члены должны быть абсолютно преданы ей Делала акцент на организованности и железной дисциплине Вступающие в КПК обязательно должны были дать клятву Я, добровольно вступающий в КПК, обязуюсь поддерживать программу партии Соблюдать ее устав, исполнять обязанности члена партии Проводить в жизни решения партии Строго соблюдать партийную дисциплину Хранить партийные секреты Быть преданным партии Активно работать Отдавать всего себя ради борьбы за коммунизм Когда нужно, готов пожертвовать всем ради партии и народа Никогда не критиковать партию КПК назвала этот дух преданности партии, напоминающий обожествление, партийным духом Она требовала, чтобы член партии обязательно был готов при необходимости Отбросить все человеческое понимание и принципы Абсолютно подчиниться воле партии и ее вождю Если будет нужно, чтобы ты делал добро, то ты должен делать добро Если будет нужно, чтобы ты творил зло, то должен творить зло В противном случае ты не достигнешь критерия члена партии Поскольку это будет считаться проявлением слабого партийного духа Следуя логике КПК, жизнь партии и ее интересы стоят превыше всего Даже выше интересов всего коллектива членов партии вместе взятых Поэтому каждый отдельный член партии должен быть готов в нужное время принести себя в жертву В пробуждении и поддержании партийного духа КПК опиралась на механизм периодической внутрипартийной борьбы Путем жестокой внешней и непрерывной внутренней борьбы Компартия, с одной стороны, уничтожала все чуждое, создавая красный террор С другой стороны, непрерывно приводила в порядок ряды членов партии Строго относилась к догматам своего учения Укрепляла партийный дух членов Усиливала боевую мощь партийной организации Это и стало самым ценным оружием КПК, используемым ею для выживания Эти проходящие раз в 7-8 лет политические кампании и внутрипартийная борьба Действительно стали неким механизмом, гарантирующим сохранение компартии Каждый раз эти кампании приводили в порядок около 5%, то есть небольшое число людей Но в итоге 95%, то есть большинство, все как один начинали идти по пути партии Таким образом усиливалось могущество и боеспособность партийных организаций Это позволяло производить от всех нежелающих отказаться от своих принципов Так называемых нестабильных элементов И атаковать любую силу, которая осмеливалась сопротивляться Опираясь на этот механизм, завладеть властью могли только люди У которых лучше всего была развита психология внутрипартийной борьбы И которые больше всего были готовы применять коварные и грубые приемы То есть у лидера дьявольского культа Компартии должен быть гарантированный богатый опыт борьбы И стопроцентный партийный дух Дьявольский культ КПК по самой своей сути отвергает небесные принципы И уничтожает природу человека Основа партии – это безграничное самовозвеличивание, крайний эгоизм и вседозволенность Непрерывно осуществляя преступления, губя страну и народ Она никогда не признает свои преступления И также никогда не осмеливается позволить людям ясно увидеть свою природу В результате концентрации власти общественное мнение было подавлено Всевозможные механизмы контроля были уничтожены Не оставляя никакой силы, которая может восстановить движение КПК, коррупции и разложения КПК КПК Сегодняшняя КПК уже упала до такой степени, что стала самой большой алчной и коррумпированной партией в мире По официальной китайской статистике во всем Китае 20 миллионов правительственных чиновников членов КПК занимают разные посты За 20 лет более 8 миллионов этих чиновников были уличены в коррупции и по законам Китая подверглись дисциплинарному или уголовному наказанию К ним еще можно присовокупить тех, кто не был уличен в коррупции В действительности число коррумпированных партийных деятелей уже превысило две трети их числа, но выявлена только малая их часть Алчность и коррумпированность ради собственной наживы, ради своих интересов, эти черты являются самыми яркими и характерными для сегодняшней КПК Партийные функционеры знают, что без КПК у них нет шанса поживиться Если КПК будет низвергнута, то они лишатся не только властных полномочий, им будет грозить еще опасность расплаты В романе «Гнев небес», который обнажает закулисные отношения должностных лиц, его автор Чен Фан устами Хао Сеншу, представитель секретаря горкома, высказал большую партийную тайну Коррупция может позволить нашей политической мощи стать еще прочнее Простой народ понимает, если идти против коррупции, то это уничтожит партию Если не идти против коррупции, то это уничтожит страну Но КПК даже перед лицом опасности уничтожения не может бороться с коррупцией Она делает это только в самом крайнем случае и для показа казнит несколько коррумпированных партработников Таким образом, ценой нескольких жертв она продлевает свое существование еще на несколько лет Дойдя до сегодняшнего момента, дьявольский культ компартии определил единственную линию своего учения Это сохранение власти, избежание краха и гибели партии КПК боится появления у людей свободы веры и способности независимо мыслить, потому что таким людям хорошо видна сущность злобного культа Но КПК действительно дала китайцам другую свободу Если ты не вмешиваешься в политику, не против руководителя партии, то ты можешь дать волю своим желаниям Вплоть до совершения любых злодеяний и безнравственных дел В сегодняшнем Китае очень сильно разрушены нормы этики и морали Низкокачественная продукция, проституция, наркомания, сотрудничество чиновников с бандитами, организованные мафиозные группировки, азартные игры, взяточничество, коррупция и тому подобные опасные для общества проявления распространяются с большой скоростью КПК сама попустительствует этому злу К тому же высокие чиновники являются закулисными покровителями этих явлений, берут взятки за обеспечение им безопасности Блокировала дорогу в небесный рай, открыла двери в ад Это краткое высказывание действительно очень метко описывает это губительное воздействие КПК на сегодняшнее общество Что такое Компартия? Кажется, что это простой вопрос, но на него ответить непросто Под лозунгом «Ради людей» в обличии политической партии она действительно ввела в заблуждение очень многих Но КПК все же не является политической партией в прямом смысле этого слова, а является еретическим культом, наносящим вред людям Компартия является некой живой сущностью Партийные организации являются проявлением злого культа в мире людей, это ее тело А злой дух, который изначально вселился в нее, определяет сущность еретического культа партии Вожди Компартии, являясь лидерами культа, все же являлись лишь выразителями и слугами этого злого духа партии Когда их намерения и цели шли по одной линии с партией, когда их можно было использовать для партии, то таких людей выбирали в качестве предводителей Но когда они не удовлетворяли потребностям партии, то их жестоко не извергали В истории КПК всем десяти с лишним партийным вождям было очень трудно спокойно сойти со сцены, что объясняется наличием этого механизма Фактически десять самых высокопоставленных партийных руководителей совершали грехи Они не могли оставить в истории хорошую память о себе, как это случилось с Горбачевым Простые люди – это те, кого порабощает и притесняет Компартия В области, которую управляет КПК, люди не имеют права возражать Компартии Они должны вопреки себе признавать ее лидеров и поддерживать ее Они должны под угрозой жестокой расправы со стороны партии принимать промывание мозгов, проводимое еретическим культом Каждый поступок и каждый шаг человека, в том числе свободное передвижение, свобода слова, даже бракосочетание и рождение ребенка От самого большого события до самой мелочи – все контролируется КПК Она вмешивается во все Члены партии – это физическая масса, которая используется, чтобы заполнить тело Компартии Многие из этих людей очень честные и добрые Своими успехами заслужили уважение в обществе КПК с радостью принимает в свои ряды таких людей, так как может использовать их авторитет и способности для служения себе Также есть очень много людей, которые ради того, чтобы стать чиновниками, стать людьми высшего слоя общества Прилагают много сил, активно вступая в партию, помогают этому злому культу Также есть те, кто хочет присоединиться к партии потому, что хотят чего-то достигнуть в жизни Но знают, что кроме вступления в партию, больше нет никакого шанса для личного развития Но независимо от того, ради чего вступил в партию, по своей воле или нет, если только ты присягнул перед ее знаменем То это означает, что ты по своей воле отдаешь ей всего себя С этого момента политучеба, организационная деятельность – все это является непрерывным процессом промывания мозгов Который проходит до тех пор, пока довольно большая часть людей практически перестает иметь свою собственную волю Еще более прискорбно, что раз надетый на вас тугой обруч партийности, будет очень трудно снять Как только однажды обнажится ваша человеческая природа, то очень возможно, что вы подвергнетесь репрессиям и чистке В это время, если и захочешь выйти из партии, то поскольку юридический культ компартии позволяет только вступать в нее и не позволяет выходить Ты сразу можешь быть заклеймен как предатель Поэтому люди часто замечают в членах компартии двойную натуру Одна – это партийность на политических собраниях, а вторая – это природа человека в повседневной жизни Партийные кадры – это те, кто обладает властью над членами партии Хотя в определенное время, в определенных случаях, при определенных обстоятельствах они и могут делать свой выбор между хорошим и плохим, принимать собственные решения Но в целом они могут лишь делать дела в соответствии с волей партии Каждый раз они были использованы в политических движениях и потом преследовались КПК проверяла людей согласно критерию точно следовать за главой культа и проверяя степень преданности ей и убежденности КПК господствует в Китае 50 с лишним лет, повсюду творя зло Но почему у китайских людей не хватает понимания сущности этого злобного культа? Разве китайцы глупые? Нет Китайцы – одна из мудрейших наций в мире Ключевая причина этого в том, что злой дух компартии насквозь пронизал мышление китайцев КПК – это еретический культ Но очень многие китайцы не осмелятся даже подумать, чтобы так сказать о ней Люди могли слышать только воспевание заслуг компартии И, к сожалению, в головах людей, кроме навязанного компартии, не было почти ничего другого Надеясь на реформу КПК или ведь несколько хороших чиновников, типа Бао Чинтяня Они не могли ясно осознать сущность злобного культа компартии КПК постоянно старается скрыть истину Старается приравнять себя ко всему Китаю Любить КПК – значит любить Родину А любить Родину – означает любить КПК Самое страшное в том, что этот злой культ, который не хочет погибать, всеми силами Старается затянуть китайское общество за собой в эту пропасть коррупции и вырождения Пока не уничтожится КПК, беды китайского народа будут продолжаться КПК угасает, и очевидно, что угасает также ее сила И все меньше и меньше действует ее контроль на сознание людей Сейчас, когда широко развиваются телесети и интернет КПК очень трудно удержать монополию на информацию, а также контролировать мышление людей Поскольку коррумпированные чиновники все больше грабят и угнетают народ То люди начинают пробуждаться от своих иллюзий, связанных с Компартией Многие из них встали на борьбу за свои права Потратив на репрессии Фулунгун четверть бюджета страны КПК не только не достигла цели по удержанию контроля над сознанием людей Но и наоборот, еще ослабила себя, обнажив всю свою жестокую сущность В такой среде люди получили шанс пересмотреть свое отношение к Компартии Освободить китайскую нацию от идеологического контроля Полностью выйти из-под влияния злого духа Компартии Китайцам, которые более 50 лет живут под господством КПК Необходима не революция с применением силы, а спасение через очищение их душ Но необходимо, чтобы китайцы сами спасали себя Только тогда можно достичь этого Первый шаг самоспасения – это понять сущность злого культа Компартии Отвергнуть извращенные принципы еретического учения Компартии Искоренить контроль партии над сознанием людей И лишить ее точки опоры Когда мышление станет изначальным, природным Когда человеческая натура вернется к истоку и к истине Только тогда будет реально заново воссоздать мораль И перейти к нормальному, некоммунистическому обществу Обычно в странах, где господствует Компартия Существует бедность, тоталитаризм и преследование Однако таких стран осталось уже очень мало И их дни сочтены Наступит день, когда люди отвергнут партийные организационные структуры Которые пронизывает государственный аппарат Позволит свободно действовать общественным системам Которые поддерживают основные силы общества Если опираясь на мудрость, блеск и славу китайской нации О которых можно судить по истории Китай избавится от дьявольского духа Компартии То это будет общество, подающее большие надежды Китайский народ нуждается в самоспасении Размышлении и избавлении от коммунистической партии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok